Здравствуйте! Вы смотрите программу «Городская среда». В минувшие выходные в Кишиняю в одном из многоэтажных домов на 16-м этаже по данным пожарных и полиции взорвался газовый баллон. В результате взрыва 4 человека погибло и 6 квартир разрушены. Вскоре после происшествия столичная мэрия призвала жильцов информировать местные власти о наличии газовых баллонов у соседей. Как это будет на самом деле происходить и каково общее состояние подобных домов, об этом и не только поговорим с нашими гостями. У нас в студии юрист Фадей Нагачевский и муниципальный советник Александр Одинцов. Здравствуйте! 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 Вы не обречены жить в постоянном страхе за свою жизнь, а их, имеется в виду владельцев квартир, где стоят газовые баллоны, надо уговаривать. Если вам говорят, что соседняя квартира заминирована, чего нужно ждать, чтобы спасти остальных жильцов? У меня с трех сторон квартиры с газовыми баллонами. Что мне делать? Ну, вот что можно было бы ответить. Фадей, давайте с вас поговорим, наши телезрительницы в этой ситуации. И что делать, если стало известно о наличии газового баллона, например, в соседской квартире, дома, который не газифицирован, в котором не предусмотрено газовое отопление или газовая плита для приготовления пищи? Ну, я не знаю, кто сделал это предложение, я имею в виду из органов местной публичной администрации, или кто по поводу того, что надо денонсировать соседей по поводу того, если у них есть газовые баллоны в доме. По-моему, эта формула, она является, по крайней мере, недемократичной, если честно говоря. Значит, проблема у нас, в принципе, системная. Проблема в том, что люди живут довольно-таки бедно на территории Республики Молдова. Если кто-то и поставил себе газовый баллон, то он поставил себе не из-за того, что он хочет просто сэкономить, но из-за того, что он, в принципе, не имеет возможности заплатить за электроэнергию, исходя из тарифа, который устанавливает газ натуралфиноза. В принципе, тут есть проблема, и мы должны найти такую золотую середину так, чтобы не нарушить права каждого человека на территории Республики Молдова, и еще и прогарантировать и общий интерес граждан Республики Молдова. Но насчет баллонов, давайте поговорим. В каждом селе, в принципе, люди, если не газифицированное село, у каждого есть баллоны дома. Эти баллоны, как я понимаю, тоже стандартизированы, они тоже проходят какие-то тесты для того, чтобы они были сданы в эксплуатацию. Проблема в том, что государство где-то теряет контроль насчет временного контроля вот этих баллонов. Значит, они должны проходить какие-то технические контроли, и один раз, скажем, я не знаю, в год, в два года, для того, чтобы понимать риски использования в дальнейшем такого газового баллона. Потому что, если мы так ставим вопрос, что в токах квартирах, в многоэтажках нельзя ставить газовый баллон, то туда надо запрещать и в домах, в селах. А что там, не люди живут? Вопрос состоит, мы что, биомасса, мы будем рассчитывать, исходя из статистик, каждый человек. Это многоэтажка, это другое скопление людей здесь, другие технические условия. Меня, если честно, не интересует, сколько людей живет. Для меня, если один человек уже подставлен под риском жизни, он уже проблемой является. Государство не гарантирует количественного, но качественно гарантирует право на жизнь. Каждый человек, это абсолютное право. Если в селах, в домах можно иметь баллон, значит, в квартирах, для того, чтобы отказаться от этого баллона, нужно найти какие-то условия, для того, чтобы дать альтернативу человеку. Вот, в принципе, две альтернативы, по-моему, довольно-таки реальные. Мы сохраняем эти баллоны и дальше, но для этого устанавливаем дополнительно, вот эти, как они называются, идентификаторы газа. Газоанализаторы, да. Проблема в том, что, вот, как бы я поставил, чтобы оно работало, эти технические нормы. Каждый, если ты приходишь с баллоном для заполнения этого газового баллона, то каждый должен приносить с собой еще и сертификат о том, что у него установлено этот идентификатор газа, и этот идентификатор газа прошел технический контрол сервичу ситуации эксcepциональной. Потому что, в случае, если мы пойдем через денонсацию, ну, это, я не знаю, мы возвращаемся в какую-то диктатуру, каждый будет стучать друг на друга. Это стукачество называется, это первое. А второе есть и элемент вот этого, права собственности. И, в принципе, у каждого есть обязанность, и государство, оно не является, как вам сказать, оно регулятором является разных взаимоотношений, но оно не является нашей матери, в принципе. Есть и наша обязанность, скажем, гарантировать и нашу жизнь, и гарантировать и жизни тех, которые вокруг нас. Если системно, в принципе, появляются какие-то элементы, скажем, из-за бедноты люди не могут поставить себе идентификатор этого газа, то, в принципе, можно прийти с альтернативой и предоставить им бесплатно этот идентификатор газа. Еще второй элемент, мы можем вернуться к дифференцированным тарифам. Как я понял, в 2005-м было убрано. Я понимаю, монополист, может быть, потеряет какие-то деньги, электрический монополист потеряет какие-то деньги из-за того, что даст эти дифференциальные тарифы. Можно их дать, скажем, только на зиму, в принципе, в холодный период. То, что я понимаю, эти люди, если будут греть себя плитами электрическими, разными каминами, будут платить намного больше, если они будут получать энергию, тепловую энергию через газовую систему. Поэтому люди приходят к этим формулам для того, чтобы прогарантировать себе здоровье. Потому что они, в принципе, не используют это просто так. Они тоже хотят жить, как я понимаю, и хотят жить хорошо. И мы не должны из этого делать панику и говорить, что вот там бомба. Я не думаю, что человек, который себе поставил газовый баллон, он хочет кого-то убить. Он хочет просто прожить нормально. У него тоже есть дети, как и у тех, у которых, скажем, есть бабки, деньги для того, чтобы заплатить за электроэнергию. И мы этими формулами, дискриминируя одних, давая дополнительные права других, мы входим в никуда. Просто нужно найти всегда золотую середину. Золотая середина через денонсиацию, я считаю, что это не формула. Это никак не получит. Я вам честно говорю, я не хочу... Хорошо, у меня дом газифицирован, но вот я сижу и думаю, вот в этих больших домах начнут все друг против друга стучать. Но это есть и добрососедство, есть и моральные какие-то элементы. Потом люди начнут уже плевать друг за другом, они себя начнут не уважать. Каждый будет бояться. Мы возвращаемся в такую систему неприятную. Я не хочу, чтобы Республика Молдова дошла до этого уровня. Просто нужно работать над тем, чтобы поднять уровень жизни. И люди себе могли платить нормальную электроэнергию, если невозможно газифицировать этот дом, чтобы они зарабатывали столько, чтобы они платили электроэнергию. А до этого момента можно, опять же сказать, дифференцировать тарифы и поставить вот эти дельфикаторы газа. Все равно как бы невысказанными останутся некоторые вещи, мне кажется. То есть пока нет ответа. Почему это стало возможным? Почему, например, нельзя было бы определить сразу, если ты живешь в доме, в котором исключительно отопление или приготовление пищи, возможно, посредством электроэнергии. Тебе сложно? Почему нельзя? Я понимаю, что я навязываю свой обывательский взгляд. Но тем не менее, почему нельзя продать квартиру, купить, может быть, дешевле квартиру, но уже с проведенным к тебе газом, таким образом решить свою материальную проблему. И почему стало возможным, например, отсутствие контроля над такими домами? А почему стало отсутствие контроля? Контроль он есть. И дальше. Просто мы забываем, что мы живем в государстве, в демократической стране. Вот в демократической стране, в принципе, государство устанавливает только общие правила. Дальше зависит от нас. Мы являемся собственниками. Мы являемся собственниками своих квартир. У нас есть тоже какие-то права и обязанности. И, исходя из этого, мы тоже должны исходить из наших обязанностей конституционных. Скажем, по газовым баллонам, может быть, этот человек должен был пойти и проверить, если его газовый баллончик, баллон в целостности и сохранности. Но это, я не знаю, может быть, из-за халатности этого человека произошло, что он не проверил вовремя этот газовый баллон. Может быть, из-за того, что у него даже не было денег. Мы же не знаем, что там было на самом деле, в принципе. Я не думаю, что государство потеряло контроль над этими домами. Не есть. Проблема в том, что государство забыло о том, что у них нет газа. И что, если у них нет газа, нужен такой инструмент для того, чтобы сбалансировать их растраты на их отепление и, скажем, на их подготовку в эту пищу. Потому что через газ намного дешевле получается. И нужно сбалансировать каждые права и обязанности. Если я столько трачу, значит, государство должно быть установить такие правила, чтобы и мой сосед, у которого только электроэнергия, чтобы он тоже, в принципе, тратил столько же, исходя из того, что у нас общая зарплата, скажем, 5200 лей. Если мы будем через электроэнергию тратить, человек будет греться, он будет платить 6000 лей. Откуда он будет покрывать вот эти тарифы, скажем, 6000 лей за прогревание двухкомнатной квартиры в месяц? За газ будет полтора-две тысячи лей. Вот тут нужно найти баланс. А через запреты и все это, если честно. Я не верю, что мы должны входить в права собственности. Права собственности является юридическим защищенным гражданским кодексом. И лимитирование права собственности из-за того, что государство, в принципе, что произошел вот этот случай. Хотя у государства есть альтернатива для того, чтобы такие случаи не произошли. Это для меня считается, я считаю, необоснованно. Как оно должно происходить? Каждый раз бить по каждой квартире, откройте, у вас нет газового баллона. Но это как-то не будет работать. Я уверен, этот инструмент, он никогда не будет работать. Но они начали кампанию, я помню, по поводу проверки вот этих соб, печей в селах. Ну что оно принесло к чему-то? Да ни к чему оно, в принципе, не принесло, эта кампания. Потому что люди бедные сегодня. Если поднимется уровень бедности, уровень жизни, то в данном случае, в принципе, вот эти проблемы исчезнут от себя. Потому что люди тоже хотят жить хорошо. Никто не хочет умирать в этой стране. Да никто. Даже тот с газовым баллоном, тот, который без газового баллона. Все хотят жить просто. Хорошо. Если я правильно понял, все сводится к такому понятию, как ответственность. Ответственность жильца, ответственность государства, ответственность местных властей. Отчасти согласен еще и потому, что вот я вырос в доме, куда газовое, так сказать, то есть газ попадал посредством баллона. Доставка существовала, огромный такой грузовик, там сотня баллонов. Он до сих пор работает там. И привозил. Я ни разу не слышал, чтобы они взрывались. Я никогда не слышал о том, что в том или ином доме. Но я хочу обратить внимание вот на что. Нам поставили газовый баллон, газовое оборудование в дом. Только после того, как один из членов семьи, а у нас, я помню, что и отец, и моя мама, ходили на курсы эксплуатации газового оборудования. Дальше. Каждые две недели приходил мастер, который проверял состояние редуктора. Состояние баллона они проверяли до выдачи и после, то есть во время приемки обратно его на обмен, когда происходило. То есть я понимал, что чувство ответственности здесь это было, так сказать, на государственном, то есть на уровне власти. Сегодня мы утратили это чувство ответственности. И мне кажется, это страшно, потому что сегодня оказалось, что необходимо было четыре смерти для того, чтобы заговорили об этой проблеме. О том, что да, нужно что-то делать с тарифами, нужно что-то делать с жилым фондом, нужно делать вообще что-то в городе. Но сегодня, я прошу прощения, мы сегодня либерализировали в принципе продажу газа. Да, каждая сейчас заправка имеет возможность заполнять тебе газ. Мне кажется, частным образом можно купить чуть ли не базар этот газовый баллон с плютой. Ну, баллон-то покупаешь, но я имею в виду, что если ты заставляешь, если делаешь регламенты, то обязываешь просто вот этих заправщиков, что если человек приходит с газовым баллоном, что у него был сертификат по поводу технического контроля, как вы говорите, один раз в месяц этого баллона, еще чтобы у него был сертификат, что у него установлен дома идентификатор газа. Это в принципе довольно так просто сделать, и просто монополистов нужно заставить, чтобы они проверяли эти ситуации. Потому что запрещать продавать газовщикам газ баллон, это тоже неправильно. У нас все-таки сегодня в экономии дипятцы. И в таком случае нужно просто найти регулировку и поставить им вот такое обязательство. Проверьте. Если нету, не заправляйте баллоны. Человек, в принципе, он пойдет и проверит себе баллоны, вернется обратно уже с проверенным баллоном. Это уже гарантия, что в принципе качественный баллон, и тогда государство опять же пришло сработать так, как надо. Вот эта трагедия, мне кажется, такой наглядный наказ всем людям, которые эксплуатируют газовое оборудование вне контроля. Александр, вопрос вам. Вот доля безответственности в этой трагедии. Насколько здесь безответственность тех, кто эксплуатирует газовое оборудование в домах неподготовленных? Насколько безответственны власти в отношениях к таким домах и вообще к городской среде? Станислав, я бы хотел сначала выразить слова соболезнования родственникам, членам семьи погибших. Сегодня состоялись похороны. Несколько людей, которые пострадали, погибли в этом ужасном взрыве. И доля ответственности, ну мы говорим о безалаборности людей. Я позволю себе не согласиться с моим коллегой. Знаете, это когда, помните, после 2001 года в Соединенных Штатах Америки возникла такая большая дискуссия. Это, в принципе, очень давняя дискуссия. Сколько демократии нужно людям? И насколько нужно ограничить права одного человека в интересах большинства людей? Что может государство для защиты всех людей от терроризма и так далее? То, о чем говорится в Соединенных Штатах Америки. Я имею в виду прослушка одних определенных лиц. Тогда это обсуждалось в Соединенных Штатах Америки. У нас точно так же. Человек, приобретя квартиру, или купив, подарив, получив следствие, неважно, он становится не собственником какого-то отдельного жилья, он становится со-собственником отдельного жилья в многоквартирном доме. И он должен нести ответственность перед остальными жильцами, в которых он проживает. В данном случае, я считаю, что его права могут быть... То есть, его право частной собственности... Ну, у нас юрист, я не являюсь профессиональным юристом, но мое мнение заключается в следующем. Право частной собственности, его никто не забирает. Ему задают вопрос, насколько он представляет, либо не представляет опасность для своего общества. Если человек... Вот ему стучат соседи, кто-то, допустим, написали или пожаловали, что у этого человека есть баллон. То есть, человек знает, что в этом доме нельзя держать баллон, нельзя пользоваться газовым или отоплением, или газовым для приготовления пищи. Но он сознательно это сделал. То есть, он сознательно нарушил регламенты и закон, сознательно нарушил какие-то уголовные административные статьи. И он все равно это делает. И люди, допустим, об этом знают, чувствуют запах. И они пожаловались местным властям. Власти, я считаю, что абсолютно имеют право... То есть, это не стукачество, это стремление обезопасить себя? Ну, опять же... Ясно, что я оперирую не юридическими... Понятия, знаете, если я рассуждаю с точки зрения, ну, допустим, там, блатного жаргона или улицы и так далее, то есть, в чем заключается стукачество? Даже у... Ну, то есть... Доносительство. Доносительство даже из системы пенсиарных учреждений. Ну, к примеру, человек, который сам не донес о том, что он болеет какими-то болезнями, из-за которых могут пострадать все, это очень грубое нарушение даже среди тех представителей уголовного мира, скажем так. Ну, извиняюсь за сравнение, но я имею в виду так. Здесь то же самое. Если могут погибнуть весь подъезд из одного того, что один придурок решил сэкономить 300-400 лей, как бы он беден не был, как бы ему тяжело не было, на баллон он нашел деньги, на заправку он находит регулярно деньги. То есть, я считаю, что здесь... Ну, другой вопрос, каким будет механизм проверки. Ну, на мой взгляд, я предполагаю так, что, к примеру, представители притуры совместно с полицейским, совместно с представителем департамента по чрезвычайным ситуациям или пожарной инспекции, могут подойти, позвонить этому человеку в дверь и сказать, будьте любезны, добровольно пусти нас. Если человек добровольно не хочет на основании какого-то составленного акта о том, что есть показания соседей, есть показания данного полицейского, есть обоснованные подозрения, что человек пользуется незаконно и представляет опасность для всего дома, тогда уже можно обратиться в суд. И суд абсолютно спокойно, не ущемляя прав частной собственности, обязует его пропустить полицейского для досмотра, есть ли баллон или нет баллона. И в этом случае, если действительно, то есть тогда можно выломать дверь. Мне не интересует его спальня и так далее. Интересует только кухня, то есть там, где обычно пользуются баллоном. Вот в этих случаях я считаю, что этот механизм должен быть применен, потому что, к сожалению, из-за нашей нищеты, из-за того, что вот как у нас сложилась система и отопления, и коммунальные платежи, они зачастую превышают размер прожиточного минимума. Люди должны как-то это покрывать, что-то делать. Ну, опять же, мой коллега сказал, что наш электрический монополист... В советское время разница между домами, где газовые плиты и электроплиты, стала 50%. 50% по тарифу, это официально утвержденный государством. Раз. После этого разница составляла 25%. В интересах газового монополиста эта разница была вообще убрана. Еще один вопрос возникает. Ну, к примеру, до сих пор у многих людей я встречаю старые советские газовые, электрические плиты, которые потребляют колоссальную электроэнергию. Есть современные индукционные плиты, которые абсолютно для приготовления пищи, они не так уж много потребляют. Экономные. Да, они экономные, но для этого необходимо их приобрести. И вот механизм, как это делать, то есть в первую очередь мы должны известить людей об опасности использования газовых баллонов в доме раз. Если говорить о частных домах, то, что сказал мой коллега, там другая ситуация. Во-первых, баллоны рекомендуют устанавливать в отдельном помещении рядом с кухней или проводить там шланги. В большинстве случаев это так и происходит. То же самое, как и с печками. Очень многие люди просто не знают, что заглушку не нужно закрывать, для того, чтобы углекислый газ уходил. Многие люди просто выгорают. То есть не сгорают дома, а задыхаются углекислым отравлением. Точно так же в частных домах можно использовать газовый баллон в отдельных помещениях, как вы и сказали, с обязательным прохождением курсов одного из взрослых членов семей, которые пройдут курс и будут знать технику безопасности, используя этот баллон. Ведь если говорить по Московскому проспекту, там же прошел не взрыв баллона, там же прошел взрыв газа. А взрыв газа, вот мы общались со специалистами, это своего рода объемный взрыв. Вот именно он представляет огромную силу. Взрыв самого баллона, это вырывается в верхняя крышка, ну, воспламеняется. В любом случае серьезная деформация и извержение пламени, но это не настолько сильная сила взрыва, когда газ вытекает, смешивается в определенной пропорции с кислородом. Так как газ тяжелее кислорода, воздуха тяжелее, он потихонечку накапливается от пола, потом поднимается, поднимается и взрывается, когда доходит до бытового электрического прибора. И вот когда кто-то включает свет, либо горит телевизор, и газ дошел до телевизора, а концентрация такова, то есть происходит вот такой взрыв, который мы видели. Ну, давайте я все-таки отвечу. А у нас один юрист студии, поэтому два мнения. Те, которые живут в квартирах, они не являются со-собственниками, не являются собственниками своей площади с юридической точки зрения. Они обязаны учить интересы. Со-собственниками не являются общей площади. Это с юридической точки зрения. То, что вы предложили по поводу, что пришел милиционер, полицейский, постучал мне в дверь, вы знаете, я очень хорошо знаю свои права и обязанности. В случае, если вы, как говорите, вот в одной квартире сколько там? 200-300 квартир в доме. И кто-то стучал в полицию насчет всех 200-300 квартирщиков. Просто. Вот в данном случае полицейский должен возбудить уголовные дела. Потому что перкизиции, то, что вы предлагаете, патрунди рефорцата, должно быть какое-то уголовное, административное судопроизводство. Нужно дойти до суда. Вот у нас всего 400 судей на территории республики Молдова. Вот если мы поставим еще перед судьями еще и вот эти мандаты диперкизиции по таким случаям, какое уголовное преследование? Это тоже другой вопрос. Это тоже другой процедурный вопрос. А что значит процедурный? Уголовное преследование за что должно быть возбуждено в таком случае? За что? Вы рассуждаете профессиональный урис, возможно, вы правы. Я считаю следующим. У нас, к сожалению, очередное доказательство, это уже сколько, больше 200 лет существования и либеральной социалистической идеологии, это очередное доказательство идиотизма, абсолютного либерализма, когда человеку дают абсолютные все права, а у государства все забирают. Мне было печально слушать на вашем телевидении, на передаче, когда представитель департамента по чрезвычайным ситуациям, когда мы задаем вопрос, вот если вот такой вопрос, вот мы знаем, что у соседа есть баллон, что делать? Ну, надо позвонить, попросить его и так далее, и так далее. То есть вы понимаете, когда государство полностью убрали из общества, то есть когда сократили, убрали полностью контролирующие функции, давайте вспомним эти все моратории на проверки. Вот взрыв, вот человек описывал, взрыв Джамбо. За месяц до взрыва у этого же экономического агента в этом же ресторане, этот, ну, не знаю, этот, не этот баллон. Обнаружили этот баллон, составили прескрипцию, этот баллон вынесли. Охрана составила, что обязали не впускать больше баллоны. Через месяц происходит взрыв. Но они не могут проводить проверку чаще, чем один раз в год. То есть это идиотизм от либерализации государства. Когда государство убирается из всех функций, то же самое у нас из коммунизма сделали этот миллиард, пресловутый евро. Когда там, там, там полностью убрали все функции, они, ой, а мы не могли, а мы не знали, а мы прошляпили и так далее. Вот, когда нет контроля, когда нет контроля, это порождает, у нас общество не настолько воспитано, не настолько происходит гражданская ответственность, гражданское самосознание, для того, чтобы человек, осознавая опасность, что он может причинить опасность другим, осознавая, что он нарушает закон, он самостоятельно исправляет, либо самостоятельно не пользуется газовым баллоном. У нас, мы до такого общества не доросли. Раз мы не доросли, нам необходимо использовать контролирующие функции. Понятно, это не должно быть тоталитарный контроль или диктатура и так далее, хотя... Ну, если вы на газовый баллон предлагаете, чтобы был контроль, то куда мы идем в таком случае? Да, в данном случае здесь есть возможность на будущее, да, Ну, вы же говорите, что есть альтернатива, вы признали, есть альтернатива для того, чтобы прогарантировать, в принципе, безопасность. Это контроль. Контроль, технический контроль. А что делать с человеческой глупостью, которая вот... А я вот пользую была. Вот человек ворует где-то газ на какой-то заправке, понимаете? Что значит ворует? Заправка абсолютно спокойно заправляет, потому что все либерализирует. А у нас как все ворует? Ну... Вот заправщик работает на заправке. Александр, взял, заправил себе сам баллон. Пока камера не видит. Ну, вы что с ним делать? Вы сейчас утрируете. Я не утрирую, но это... Очень много таких случаев, где человек со скидкой, где-то на какой-то... Я хотел бы посмотреть, потому что везде камеры сидят на беззаколонках. Ну, не так уж их просто взять и украсть баллон газа. Мое убежденное мнение, государство должно присутствовать во всех секторах. Доля присутствия, мы можем рассуждать о доле присутствия, оно не должно ущемлять вот права простых людей. идентификатор газов, оно не поможет. Вот пищалка, у меня сидит дома пищалка. Чуть-чуть... За что счет вы это поставите? Государство. За счет государства вы поставите везде в домах с электричеством, с электричеством... Абсолютно. Поставить идентификатор газа? Идентификатор газа? Нет. А человек говорит, я не хочу ставить идентификатор газа. Александр, в случае, если ты хочешь использовать газовый баллон, ты обязан поставить себе за счет государства этот идентификатор газа. Но это если в том случае ты ответственный человек и заявляешь, что у тебя есть газ. И не заявляешь. А если человек использует и не заявляет? Так вот, Саша, Александр, вот проблема в чем. Дальше есть поставщики газа. Вот поставщики газа, вот эти бензоправки, должны знать, что в случае, если приходит человек с баллоном заправиться, не на машине, я имею в виду на дом любой баллон, то просто он должен принести сертификат, первое, о техническом контроле баллона, и второе, сертификат о том, что у него установлен этот идентификатор газа. Ну я не думаю, что у нас столько, как вы говорите, идиотов, которые бы не согласились бесплатно обезопасить себя. Значит, люди пойдут на это. В принципе, это альтернатива, надо довольно-таки резонабировать. Нужно просто вернуться дополнительно, как дополнительная мера, то, что вы сказали, 50% дифференцированный тариф. То, что сказал вице-примар Грозаву, скажем так, у меня нет оснований верить ему, он, вернее, доказал в некоторых случаях по поводу работы в примарии, но как бывший декан строительного факультета в ПТУ, есть основания верить, тем более человеку есть опыт. И другие строители сказали следующее. Действительно, это здание не было предусмотрено с точки зрения конструкции, защищено от таких объемных взрывов. Никто не предполагал, что в домах с электрической плитой такое возможно, и конструктивно не предполагалось. Может быть, там были какие-то другие конструктивные, хотя мы видим примеры, к сожалению, недавно публиковали на одном сайте, два года назад был взрыв в России, и объемный взрыв газа на нижних этажах, и в результате обрушилась вся девятиэтажка, весь подъезд девятиэтажного здания. То есть, мы это не знаем. И разрешать в тех домах, которые не предусмотрены, не прошли испытания на вот эти вот взрывы, нет каких-то вентиляционных, то есть, ну, что толку, что у него есть, если у него нет вентиляционного, ну, вентиляция для вытяжки этого газа. Если там конструктивно здание не предусмотрено, разрешать ему, либо ставить это датчики, ну, в любом случае, мне кажется, глупо. Только в датчик. Мы говорим еще и про контроль технический вот этих баллонов, потому что, еще раз говорю, мы говорим только про квартиры. Ну, я знаю еще и ситуацию в селах, оно тоже, если ты ставишь запрет, в высотках, значит, ты должен ставить запрет в селах, потому что проблема в баллоне. В Лосакро было подписано, понимаете, контроль, вот уголовное дело в отношении собственницы этого кафе, и, если я ошибаюсь, в отношении пожарного инспектора, который вроде бы недавно проверял там. Вот он же подписал бумажку, то есть, формально, вы знаете, в коррупционном государстве, когда... Вот, затронули важный вопрос, элемент. Вот, другой вопрос, когда есть какую-то бумажку, я тебе на заправку 20 этих бумажек принесу, а заправщик, который мне заправляет, он заинтересован получить от меня денежные средства за тот газ, который... Потому что он живет за счет этой работы. Ему плевает, он скажет, а мне показали бумажку, он же не будет фиксировать, звонить в какой-то журнал, в котором зарегистрирован номер этой бумажки, проверять, а есть эта бумажка, нет. Он же не просит, он не сможет просить от меня предоставить копию этой бумажки. А кто прогарантирует тебе в таком случае, что если придет полицейский, он не возьмет 20 ле или 30 ле и пойдет дальше? Вот мы опять пришли к теме ответственности, ведь смотрите... В таком случае, потому что коррупция у нас, в принципе, генерализирована. Но, еще раз говорю, если мы ставим инструменты давления на человека, человек реагирует именно коррупционными методами. А если ты даешь такие инструменты, которые человек, в принципе, где-то бы согласился даже принять их, то быстрее, что он примет эти инструменты. В принципе, адекватные инструменты в демократии, те, которые дозволительные. Можно спорить, насколько можно государство, насколько нужно ограничить права одного человека ради права большинства. Действительно, можно много спорить. Но создать механизм, в первую очередь, компенсации электроэнергии для людей, проживающих в домах без газа, которые приготовляют еду с помощью электроплит, я думаю, что это необходимо. Не зря это, кстати, во многих странах такое существует. Согласен на 100%. Я не знаю, то есть мы начали с коллегами рассматривать этот вопрос. Мы предложили на заседании оперативных служб раз и на постоянном бюро муниципального совета. Необходимо просто посчитать, сколько людей пользуется раз. Мы не можем, наверное, то есть у нас бюджет не такой большой в муниципе, компенсировать всем разницу на электроэнергию. Вот, кстати, у меня одногруппница, она проживает в соседнем подъезде от взрыва, через подъезд, вернее. В этом же доме? В этом же доме, да. И вот я задал вопрос, а сколько на электроэнергию? Ну, человек, ведущий телевидение, мне сказали следующее. Трехкомнатная квартира, это с учетом приготовления пищи, освещения, иногда потапливают каминами и так далее, плюс бойлер на горячую воду. То есть, ну, максимально приходит 400-450 лей на электроэнергию. Мне кажется, нет. А тут не муниципальный совет, в принципе, должен действовать, а на РЭФ, в принципе. Можно регулятор, чтобы влезть вместе с парламентом, потому что там национальный уровень должно быть. Она очень экономная, видимо, хозяйка, раз такие малые суммы. Средний счет на газ, то есть в домах это там 30, 50, 70 лей, ну, там до 100 лей. Ну, я не говорю у тех, у кого есть автономное отопление. Те, кто приходят, ну, редко, когда мне называли цифру там по 200 лей в месяц, это, не знаю, там надо каждый день. Это 20 комфорок, наверное. Самогон гонять нужно для того, чтобы газ столько тратить, скажем так. То есть, грубо говоря, человек сэкономил себе 300 лей в месяц, человек себе экономит благодаря этому газу, даже меньше. Потому что он за газ, то он тоже платит, вот то, что он заправляет. И здесь необходимо создать механизм, я думаю, что как минимум мы можем рассмотреть это с малоимущим семьям. Ну, в первую очередь, конечно, начать, да, с них, в первую очередь, это ветераны, пенсионеры и малоимущие семьи, у которых многодетные семьи, чтобы частично им компенсировать потерю электроэнергии, раз само государство не может в интересах монополиста предоставить вот такую вот скидку. А я бы предложил муниципальному совету подумать насчет обращения даже, принять решение обратиться в парламент с таким прошением, обратиться в Наре, но как мера обеспечения, скажем, на три, на четыре, на полгода, чтобы вы, да, на самом деле нашли самые, блин, самые бедные семьи и помогали им, но дальше вы должны, в принципе, обратиться в парламент, потому что это государственная проблема, это не то, как иммунитет и пятишнюк. И нужно в Наре, нужно найти и сделать, создать рабочую группу, включая и газовщиков, я имею в виду монополиста газового, и электромонополиста для того, чтобы найти общий язык, для того, чтобы не затрагивать тарифы, потому что я думаю, что у них хватает, в принципе, заработков для того, чтобы чуть-чуть уменьшить свои доходы, скажем, ну и сколько будет там, на 50, я не считаю их деньги, чтобы они были счастливы, но в случае, если это интерес государственный, то, в принципе, государство может поставить какие-то дополнительные условия. Времени осталось совсем немного, но вот на чем заострю внимание, всем вам известна такая поговорка, пока гром не грянет, мужик не перекрестится, ведь подобное, да, подобное, к сожалению, у нас не впервые происходит, ну, в 2007 году в Сороках целый подъезд рухнул, причем газифицированного дома. Не помню насчет жертв, пострадавших количество, но, тем не менее, дом, которым легальное газовое оборудование, и трагедия возможна. Наверное, как раз тема газоанализаторов или вот этих идентификаторов, это как раз, наверное, та самая тема, которую нужно реализовать, нужно установить во всех квартирах, электрически оснащаемых, либо газофицированных, поставить такие газовые анализаторы. Но я почему вспомнил эту поговорку, пока гром не грянет, ведь у нас, за что ни возьмись, в городе сегодня ситуация такая, ну, вот, патовая, ведь проблема парковок есть, проблема содержания участков территории вокруг дома есть, есть. Они либо в аварийном состоянии, либо так заставлены транспортом припаркованным, что, например, ни карета скорой помощи, ни, не дай бог, автомобиль противопожарной безопасности или там пожарными, он не сможет подъехать, не сможет оказать помощь людям, которые находятся в критическом состоянии. И сегодня, наверное, вопрос, который сейчас, может быть, возникнет и повиснет в воздухе, а какой, может быть, следующий шаг вот в этой трагической летописи, сегодня нам остается только гадать. Где тонко, там и рвется. Как раз вот здесь оказался самый тонкий момент, который унес с собой человеческие жизни. Что дальше ждать Кишинева? Ну, вот, наверное, в муниципальном совете есть определенный прогноз относительно того, как мог бы развиваться город, если бы он не пошел по сегодняшнему пути, по пути тому тотальному заваливанию стройками более-менее свободных территорий. Мы насаждаем на коммуникации новые потребители, возникает давление. Знаете, я вот слушаю вас, я вспомнил слова, что, по-моему, было очень хорошо, простите, господина Киртуаки, он не ДМР, как был, так и остался. Он на одной из передачи сказал следующее, почему-то все, очень многие коллеги в муниципальном совете с этим согласны, о невозможности расширения муниципи, о необходимости уплатительной застройки. Так вот, в советское время не зря были стандарты, когда магистраль, то есть проспект должен быть определенной ширины, причем в крупных районах обязательно должно быть 2-3 крупных проспекта. На каждой улице должно быть определенное расстояние, то есть между домами должно быть определенное расстояние. Но вы представьте себе, а мы находимся в зоне сейсмической опасности, Румыния постоянно трясет, представьте себе, если будет, не дай бог, мощное землетрясение, не дай бог, конечно, просто невозможно будет помочь людям из-за плотной застройки, здания падают друг на друга. Когда происходит разрушение зданий и есть широкое расстояние, как люди могут выбежать, и у них есть где спастись, если широкие проспекты, это спецтехника спокойно подъезжает к любому зданию и может оказать, сначала техническую пожаротушение, либо вывести людей и помочь. Для этого все создавалось. Понятно, что в советское время применялось еще такой принцип, как военные необходимости, то есть там другие были, но тем не менее, с точки зрения безопасности все правильно делалось. У нас сейчас абсолютно, я вчера ночью, специально после этих происшествий, и вчера ночью, и позавчера ночью я был на комплексе Тистимитсану, это ниже РКБ, 12 зданий. Знаете, вот я считаю себя относительно опытным водителем, но вот я не смог заехать в этот комплекс на автомобиле. Вот там просто и слева, и справа на тротуаре припаркованном автомобиле так, что там проехать практически невозможно. Это я на легковом автомобиле. А что делать? Это потому, что там есть подземная парковка? Там есть подземная парковка. Да, она, я специально зашел, поговорил со сторожем, она большую частью пустует, и пустует из-за жадности застройщика, который за парковку хочет, ну там в разнице от 6 до 10 тысяч евро за одно парковочное место. А просто сдавать в аренду. А сдавать в аренду, это от 700 лев в месяц, там до 1000 лев в месяц. Ну, естественно, люди, желая сэкономить, вот, они паркуют у себя во дворе, и получается так, что, во-первых, ему неудобно, а если, не дай бог, ЧПС случается, ни пожарная, ни скорая подъехать не могут, с учетом того, что у нас государства мало, госторая инспекция у нас не очень проверяет, из какого утеплителя утепляется здание, и мы видели в Лондоне, как многоэтажка загорелась, утеплитель по кругу просто начал гореть, то каким образом пожарные могут помочь? Здесь очень, здесь каждая секунда дорога, а если автомобили припаркованы, возникает опять вопрос, это частная собственность, движимая частная собственность, можем ли мы тронуть движимую частную собственность для того, чтобы помочь тому, кто сейчас заживо сгорает в этом? Я считаю, что можно, то есть так. Но понятно, что потом будет обращение к иску. В Соединенных Штатах Америки, насколько я помню, кто-то рассказывал, если пожарный видит, автомобиль мешает, он просто ее таранит, им пофигу, извините за выражение, и он не имеет права даже на встречный иск подать о возмещении ущерба, потому что пожарный, будучи на службе, действовал в интересах спасения определенного человека. Экстремные законы на вооружение надо брать. Как в Тести Митсану комплексе, там невозможно пройти, так и в комплексе на улице Меллистил и Валя Трандефирал, это комплекс Галаринал, точно такая же ситуация. То есть это просто ужасающе, и это, ну, там несколько причин. Первый, безалаберный самих автолюбителей, который вот просто, ну, припарковался и все, и он жадничает. И жадность застройщика, который слишком много дерет за это парковочное место. Так вот здесь законодательно нужно ограничивать права застройщика, чтобы он снижал цену каким-то образом, либо, я не знаю, вот юристы лучше знают, привязать, если ты покупаешь квартиру, то парковочное место должно быть привязано к квартире автоматически. Понимаю. Александр и Фадей, к сожалению, должен подвести итог нашей сегодняшней встречи. Понятно, что не ставилась задача вынести какие-то рецепты, но обсудить, дать какой-то импульс, понимание, в какой ситуации мы сегодня находимся, наверное, это было бы правильно. Не так давно, не помню сейчас, отмечалась годовщина одного из крупнейших взаимотрясений в Армении, Ленин Кани и Степана Керти. Я хочу сказать, что я помню, как в Молдове тогда был брошен клич, во всех республиках Советского Союза был брошен клич, давайте спасем детей этой республики, которые остались без крова, остались без родителей. Очень много армянских детей выросло здесь, в Молдове. Сегодняшний безответственный ставит под угрозу будущее наших детей, когда, не дай бог, случится что-то подобное в нашей республике. Кто будет спасать наших детей? Поэтому, наверное, ответственность – это тот момент, который должен лежать в основе всех решений, будучи ты, когда думаешь о собственной судьбе, о судьбе людей тебя, окружающих, либо о тех, кто зависит от тебя, как от чиновника. И тогда, возможно, что-либо изменится в нашей стране. Это мой вывод. Согласны вы или нет, тут или телезрители время покажут. Спасибо вам за сегодняшний эфир, за эту беседу. Надеюсь, встречаться и по другим поводам с вами, и по гораздо интересным, менее трагичным поводам, которые показали бы, что в нашем городе городская среда может быть комфортной и красивой. Спасибо. Вы смотрели программу «Городская среда». У нас в гостях был юрист Фадей Нагачевский и муниципальный советник от партии социалистов Александр Одинцов. Оставайтесь с нами, мы работаем для вас. Субтитры создавал DimaTorzok